Царь и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня, в этот воскресный день, мы вновь, милостью Божию, собраны в этом Святом Храме и совершаем Божественную Литургию. И сегодня Церковь нам также предлагает наседательное евангельское чтение. Когда мы читаем Евангелие дома, когда мы слышим его за богослужением, дорогие братья и сестры, нам важно помнить один момент. Хоть и изрек свои слова Господь более двух тысяч лет назад, хоть и записаны они в священные писания давно, но актуальны они для всех предок. И когда мы читаем или слышим Евангелие, мы должны понимать, что оно написано для нас, для жителей 21 века. Что же мы сегодня слышим в Евангелии? Господь рассказывает о том, как некий человек, уходя, отдал своим рабам таланты. Таланты – это мера серебра. Кому-то один талант, кому-то два, кому-то пять, и сказал им употребить в тело и приумножить. Это притча, которую Господь нередко рассказывал тем, кто слушал его. В притче есть очень глубокий смысл, есть он и в этой притче. О чем здесь говорится? Кто такие рабы, кто такой Господь, который дал талант? Даже если человек не знает Евангелие, он знает, что талант – это некий дар, некая способность особая, которой наделен человек. А христиане знают, что дар – это не только те способности, которые мы имеем, но и вся наша жизнь, которую нам дает Господь – это дар. Здоровье, которое у нас есть, – это талант Божий. И близкие, которые у нас есть – это то дарование, которым нас окружил Господь. И мы видим, что каждому Господь дает по-разному таланты и разное их количество. Но мы видим также в притче, что рабы, которым Господин дал талант, они получили его незаслуженно. Вот что сделал раб, которому Господь дал два таланта, а что сделал тот, которому дал он пять? А ничего не сделал. Господь просто решил и дал. Рабы получили талант незаслуженно, как дарование. Так и мы с вами, дорогие братья и сестры, свои таланты получаем от Бога, не заслуживая них. Вот живут многие люди бедно, а человек родился в богатой и аристичной семье и пользуется всеми благами. Чем он заслужил такое? А ничем не заслужил. Потому что Господь просто даровал ему такой талант. Или болеют многие люди, а кто-то родился с олимпийским здоровьем. Вот чем он заслужил такое здоровье? А ничем не заслужил. Господь дал ему такой талант, потому что он так решил. Это его боль. Но что мы дальше видим? Давая таланты, Господь повелевает их преумножить. Не просто ими гордиться, не просто их бережно хранить. Как раз таки неправильно, а преумножить. И вот, наверное, один из главных вопросов для нас, дорогие братья и сестры, сегодня, а как преумножить таланты? Как сделать так, чтобы их стало больше? Причем мы видим, что в итоге Господин приходит и спрашивает у рабов, которым дал талант, как вы его употребили. А есть ли такое место в Писании, где рассказывается о том, что наш Господь придет и спросит у нас, как мы провели эту жизнь? Такое место есть. Называется оно «Причем о страшном суде». Если мы ее вспомним, то мы вспомним, что Господь приходит на землю и нас с вами спрашивает. А что Он у нас спрашивает? Не спрашивает, сколько у нас богатства, сколько славы и так далее. Что вы сделали одному из малых сих, то вы мне сделали. То есть, что вы сделали ближнему своему, тем мы и послужили Господу. Преумножение таланта, значит, дорогие братья и сестры, происходит через наше служение близким. И оба мы угождаем через служение близким. Поэтому даже если человек невероятно талантливый музыкант, но Бог ненавистен к людям, сквернословит твоего таланта и приумножается. Поэтому мы свои таланты приумножаем, служа близким. И мы, дорогие братья и сестры, должны помнить, что этим мы, предок, приобретаем недвенное богатство. Чем оно отличается от всех остальных богатств? Если человек приобретает богатство в мире этом, то в конце концов он его оставит. Человек трудится, строит себе дома, приобретает автомобили, организовывает невероятные компании, но потом умирает. И все это достается лучшим случаем его детям, а часто совсем незнакомым людям. Таким образом, все, что он искал, все, к чему он стремился, он в итоге потерял. Как бы ни старался. А вот богатство духовное, оно от нас не отнимется. И мало того, что не отнимется. Обратим внимание, что говорится в притче. Раб, который приумножил таланты, не только их сохранит, но и удастся еще больше. Кто имеет, тому дастся и приумножится. Вот это очень важный момент. Поэтому, если мы с вами употребляем свою жизнь не только для служения себе, но для Бога служения, для служения Богу и ближним, тогда наш духовный талант приумножается, и с нами входит в вечную жизнь. А это самое важное. Самое важное то, что мы возьмем в вечность. Поэтому, дорогие братья и сестры, внимательно слушая Евангелие сегодня, будем его не просто слушать, а будем слышать. А еще лучше жить по нему. Будем приумножать наши духовные таланты. У каждого он свой. Он может быть непохожим на такой, который имеют другие люди. Многие говорят, я ведь не Серафим Саровский, а поэтому не могу того и того сделать. А нам не надо быть Серафимами Саровскими, нам надо быть нами. Нам надо приумножать наш талант, который Господь дал нам. И тогда мы войдем в Царство Небесное. Аминь. Спасибо Господи Вас.